Как тренер его не смог довести дальше. Он три олимпиады пропустил мимо. Когда мне тренер сказал, что главное не мешать спортсмену, как это так? Что это за тренировка такая? Спортсмену надо все время поднимать его уровень, совершенствовать технику, тактику. А если просто говорить не мешать спортсмену, он что и хочет, что и делает, что на тренировках сам, ну это как-то непонятно было для меня. Поэтому, конечно, от таких тренеров я сразу отхожу. Но еще хочу сказать, что, Ром, очень мало у нас в спорте тренеров-методистов. Я вот считаю, главная задача тренера не показать прием или какую-то комбинацию, ситуацию, а научить спортсмену бороться, чтобы он боролся на соревнованиях. Потому что я убедился, метод показа, он неэффективен. Ну, пришел, я показал прием, а исходя из своей природы, например, вообще мне этот прием не подходит. Если этот прием целую тренировку долблю, то для меня эта тренировка вообще в пустую проходит. Поэтому я, например, показываю всегда на тренировках 5-6 движений. Иногда мне тренеры говорят, вот, Владимир Николаевич, зачем это так много, они не поймут. Нет, я потом убедился, что один одно возьмет, другой другое возьмет. Потому что вот, исходя из природы, ему вот это движение подходит. А опять же, я как тренер не могу так глубоко заглянуть в организм спортсмена, чтобы вот сказать, вот только вот это тебе надо. Организм вообще, спортсмен сам находит то, что ему удобно. Поэтому я всегда много показываю. И ребенок выбирает то движение, которое ему удобно. Как-то один раз был на семинаре, который проводит Федерация Дзюдо России. Ну, вы слышали об этих семинарах, там, под руководством Гамбы, там, и так далее. И там был задан один вопрос тренером. Как вы мотивируете своих учеников к тому, чтобы они эффективнее, более целенаправленно все-таки тренировались? Вопрос к вам. Как вы мотивируете своих учеников? Какие способы, методы вы используете для того, чтобы мотивация была больше? Ну, вот он вот. Не, ну, во-первых, еще с Рафаэл. О-о-о-о, блядь. Мои, милые комплименты. Таджикистан. Да, да. 73 килограмма. Очень сильный. Ё! О-о-о-о-о. Вау! О-о-о-о, блядь. Ты офицерский IGФ сейчас? Я изменил масштаба, я имею в своей карте, я имею в свою карте. Поздравляю тебя! И ты оставишься до... В интернете в Кэмпе Ты оставишь в Кэмпе здесь? И потом в Париже? Нет, не в Париже. Дузелот. Но 73 в Таджикистане... Очень хорошо. Одна фотография. Владимир. Спасибо. Метису, вы поставите на IGF? Нет, нет, я отправил Владимир. Я написал тебе, и вы отправите мне в Кэмпе. Окей, окей. До свидания. Немножко дружеской встречи с друзьями. Ну, даже, может быть, она неплохо впишется, мне кажется, в монтаже. Так вот, кстати, этот вопрос задал итальянец. Один из тренеров, который сейчас... Не Гамбо, но просто... Как мотивировать ученика? Что, какие струны затронуть, чтобы он не опускал руки, чтобы он продолжил, чтобы он... Ну, я понял. Ну, понимаешь, Рома, я считаю, что тренер должен быть не только тренером, но и педагогом. Я помню еще в детстве, когда с детскими группами работал. Люди же, дети разные бывают. Например, голова хорошая, все выполняет великолепно. Ну, я вижу, у него здоровье плохое. Я его спрашиваю, там, Сережа, как у тебя, вот, ты что, в детстве часто болел? Он говорит, да, Владимир Николаевич, часто болел. Я ему прямо честно говорю, Сережа, пока ты не окрепнешь физически, результат у тебя не будет. И ты знаешь, как он работал, как он работал над собой. То есть, просто надо ребенку всегда ставить реальные задачи. И ты, как тренер, не хвалить, вот, вот, ты молодец, там, вот, вот. А я всегда говорил, реальные задачи. Вот ты на это способен. Для того, чтобы дальше пойти, ты должен вот это преодолеть, там, вот надо этим работать. И я даже не знаю, вот, мотивацию. Просто дети, которые приходят, опять же видно, кто-то хочет быть спортсменом. Если вот просто говорить про детские группы, кто-то не хочет быть спортсменом. И бывает, что это желание стать спортсменом, оно вообще может появляться, там, в ближайшие 20-ти годах. А это ему просто нравится, может, коллектив. Нравится, как тренер себя ведет на тренировках. Вот. Нравится, может быть, просто само дзюдо. Вот эти все показатели как бы работают. А мотивация именно, чтобы стать профессионалом, потому что это все тяжелый труд. И я не думаю, что вот каждый, кто зашел в зал, ну, он хоть готов стать олимпийским чемпионом. Да, извините, мне наплевать на это, честно говоря. Родители приводят детей именно для того, чтобы он стал здоровым человеком просто-напросто. И для меня тоже сейчас главный критерий, там, не стать олимпийцем, там, а чтобы у меня мой ученик стал нормальным человеком. То есть я сейчас больше склоняюсь не в сторону как бы тренера, а в сторону педагога при работе с людьми. Ну и такой, наверное, заключительный вопрос. Такое модное слово. Приемник. Приемник. Нет, нет, к сожалению. Все мои ученики, как ни странно, которые работают тренерами, они как-то такие, ну, невысокие цели перед собой ставят. Кто-то просто работает ради зарплаты, кто-то вообще непонятно как работает. А с чем это связано? Как вы думаете? Ну, трудно сказать. Вот опять же взять того же Леша Кута. У него четверо детей. Он хороший семьянин. Он любит своих детей, любит семью. И ему просто вот большой спорт. Он знает, что если идти в большой спорт, он везет на меня там. Ну, смотрите. И я каждую неделю буквально куда-то уезжаю, Ром. Понимаешь? Или там раз в две недели я куда-то уезжаю. Но с вашей же методикой можно не обязательно и в большом спорте работать. То есть как бы понятие играть, дзюдо, то, что вы предлагаете и то, что вы преподаете, ваша методика, она же не обязательно большой спорт. Почему все-таки нет таких приверженцев, которые бы вот сказали бы, мы занимаемся вот по такой-то методике, которая нас... Ну, почему? У меня есть один, так сказать, адепт, приверженец, поклонник, преемник. Это Славка Текич в Германии. Вот он работает по методике. И когда он приезжает там в Россию, в Москву на соревнования, он прям строит ребят и говорит, вот все, что я показываю, это вот мой учитель, Владимир Николаевич, понимаешь? И многие мои коллеги-тренеры, когда видят, что известный тренер Текич вот так вот передо мной раскланивается, они не понимают, как так. Потому что, ну, как говорят, в своем отечестве нет пророков. Поэтому в Москве много людей, которые меня не любят из-за зависти. Может быть, я человек плохой, плохо себя веду, но неважно, по каким показателям меня можно не любить. Ну, надо просто всегда как бы относиться к человеку с точки зрения профессионального. Может, он работает, есть ему что показать. Вот, тогда другое дело. А просто говори, что он такой сякой, и при этом у тебя у самого за спиной ничего нету, ни результатов, ни интересной работы, ни какой-то методики. Ну, это просто глупо. Я на это вообще не обращаю внимания. Меня это забавляет. Ну, на этой оптимистичной ноте мы закончим сегодняшнее нашу интервью. Спасибо большое. Как бы в заключении хочу сказать, что вот мне нравится, когда про меня что-то плохо говорят. Меня это заставляет еще лучше быть, ты понимаешь? Совершенство добавляться. И потом у меня любимая цитата, любимый девиз. Когда тебе плевет спину, значит, ты идешь впереди. Спасибо большое. Спасибо, Ром. До новых встреч. Спасибо большое.